Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Тема нашей передачи это партнерство. Что такое партнерство, кто является партнером, потому что наша социальная система и различные правила, которые установлены этой социальной системой, они периодически случаются совершенно абсурдными. По вполне понятным причинам. Причина заключается в том, что той системе, которая рулит рабами, им нужно устанавливать определенные правила для того, чтобы иметь возможность потом регулировать и управлять толпой. Так вот, вернемся обратно к нашей идее. Идея партнерства заключается в том, что разные индивидуумы, встречаясь, определяют необходимость совместных действий в рамках дополнения знаний, умений и возможностей друг друга для достижения какой-то задачи, для решения какой-то задачи и достижения тех целей, которые для них являются обоих приоритетными. Других вариантов партнерства просто не бывает. Ну, партнерами на самом деле могут быть и рабы, и творцы. То есть, ну, на галере два раба-партнера договорились по поводу того, что они будут, так сказать, усиленно грести, толкая лодку хозяина. Это тоже в определенном смысле партнерство, да? Но если мы говорим о бизнес-партнерстве, хотя слово бизнес не очень-то подходящее, о жизненном партнерстве, то это партнерство не на бумаге, и это партнерство не на словах. Некоторые говорят, мы заключили договор на бумаге там, на словах, да как угодно. И вот один, так сказать, все делает для того, чтобы телегу толкает, а другой потолкал сначала телегу такой, а потом сел на жопу и думает, а что я толкать буду? Да не буду я толкать, я лучше еще буду пользоваться плодами того, что происходит, когда вот этот вот другой мой партнер толкает телегу. Это уже не партнерство, это называется уже паразитизм. Поэтому партнерство заканчивается ровно тогда, когда один из партнеров перестает по факту быть партнером. не на словах, не на бумаге, а именно по факту просто перестает быть партнером. А что значит перестать? Вот есть у группы, у сообщества общие задачи, и каждый из партнеров делает все необходимое для того, чтобы достичь этих целей и задач, несмотря на какие-то выходные, там, праздники, несмотря на свою занятость, желание попить чаю, посидеть, почесать жопу и так далее. То есть у некоторых это чесание и питье чаев или там какие-нибудь бесконечные медитации, они затягиваются настолько, что да чё, процесс идёт и хрен с ним. Как это я хотел на то, чтобы прилагать какие-то усилия, по необходимости приложу усилия. Лучше сворую чего-нибудь из общего котла. Ну, жрать-то надо каждый день. Поэтому смысл заключается в очень простых вещах. Нет смысла смотреть ни на бумажки, ни на какие-то писульки, ни на какие-то слова. Только на действие. И если это действие очевидным образом указывает на то, что партнерство закончено, оно по факту действительно закончено. И оно заканчивается ровно тогда, когда один из индивидуумов перестаёт выполнять партнёрские функции. А об этих функциях совершенно недавно я не сказал. Это очень простые функции. Можешь, делаешь, исполняешь. В рамках общих целей и задач всё возможное для достижения цели. И не надо этим гордиться. Просто берёшь и делаешь. Вот это называется партнёрство. А остальное, есть ещё другой вариант. Когда человек думает, что он партнёр, а по сути является просто наймитом. А наймит – это работник. Работник, который говорит, «О, говорит, слушай, я сегодня, сегодня у меня выходной. Нет, 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 я сегодня не буду, не буду сегодня ничего делать. Не важно, что там жопа горит и нужно быстрее. Нет, как это так? У меня отпуск, всё, я уехал на юга. Да и хрен с ним, что там что-то случится. Я уехал, всё, я медитирую, сижу на горе. Проблем никаких нет с этим делом». Дорогие друзья, поэтому всякое словоблудие на предмет, так сказать, нарушений партнёрских отношений – это просто словоблудие. Оно или есть партнёрство, или нет. По факту. А всё остальное – просто пустое словоблудие и больше ничего. Люди по разным причинам организуют партнёрские отношения. Но ещё раз повторюсь, что это всегда совмещение возможностей. Эти возможности и средств. Для более эффективного достижения цели. Собственно, вот так. «Владимир, добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли помочь человеку после инсульта?» Безусловно, конечно. А почему же нет-то? Я напомню. Если вы внимательно посмотрите те передачи, которые на канале «Ихлоп» случились несколько дней назад, вы найдёте ссылку. Ссылка на канал «Телеграм», который называется «Ихлоп». «Азиабиофарм» Хербал Клиник. Вот такой совершенно замечательный вопрос. У меня есть возможность задать любые вопросы задать. Конечно, не на любой вопрос может ответить мой род, но задать можете любые вопросы. На большинство вопросов я отвечаю прямо там. И более того, делаю назначение совершенно безоплатно. Если заболевание односложное, если поражение индивидуума многосложное, то есть не одно заболевание, а комплекс поражений, то на такие я только через консультации, персональные консультации отвечаю. Напомню, что персональные консультации бывают безоплатные, надо ждать достаточно долго, запись длинная. Есть заочные, где вы заполняете подробную анкету. Есть аудио, есть ещё даже видеоконсультации. Ну, кому денег делать некуда. Поэтому, пожалуйста, можно выбрать всё, что угодно. От нуля до, собственно, я не помню, какая там сумма стоит на видеоконсультации, ну, какая-то стоит. Пожалуйста, без проблем. Что касается инсультов и инфарктов. Идея о том, что восстановиться сложно, несостоятельная. Идея о том, что... Да, вернулись обратно. Идея о том, что какое-то заболевание не исцеляется, неверна. Не исцеляется, невозможно исцелить только то, что вам отрезали. Или у чего наступило отмирание тканей. Вот это уже... Может быть и можно, но я не знаю как. Поэтому бессмысленно ко мне с этим вопросом обращаться. Если вам отрезали, словно говоря, щитовидную железу, я не знаю, как ее вырастет. Может быть, как-то можно. Но я точно не знаю. А вот если ее не отрезали, то излечить ее можно. Человеческий организм способен восстановить абсолютно все. Поэтому несостоятельны идеи относительно того, что что-то излечить нельзя. Излечить можно. Нужно просто знать как. И все. А современная медицина, и откуда знать как. Если 6 лет человеку в голову вбивают какую-то дичь. Совершенно не то, что нужно. Совершенно не то, что можно применять. Потому что современная медицина целенаправленно и сознательно не излечивает хронические заболевания. А им зачем это вообще нужно-то? Ну, во-первых, для самой медицины, как инструмента, требуется то, при помощи чего она функционирует. То есть деньги. А для тех, кто печатает деньги, и для тех, кто изобрел эту медицину и внедрил ее, для них требуется другое. Управление стадом, регулирование численности популяции, вштыривание в детишек необходимой химии прямо с рождения, для того, чтобы они не были слишком умными, и для того, чтобы они болели. Ну, а как по-другому-то? Сейчас к этому они добавили еще, так сказать, защиту от какого-то неясного ультрафиолетового излучения, которое идет от того, что они называют Солнцем. При всем при этом, почему-то в очень многих странах, и в том числе в Новой Зеландии, они борются с защиту климата, делают только над городами. А вот над другими территориями, ферм, там, они ничего не делают. То есть вот у них, видимо, выборочное вот это вот климатическое заболевание в голове случилось. Да, выборочное. Над городами, где собрали двуногих, вот там мы и будем. Специальный состав, чтобы ультрафиолет не проникал, чтобы не пожег ультрафиолет. Наших любимых, которых мы двуногих тут защищаем от всего, от разного, всякого. Ну, это вообще так для идиотов просто информация такая. И вот я тоже смотрю над Бангкоком, да, летит, да, пи-ю-ю. Вылетел за рамки города, выключил вот эту вот пердострую. Молодцы. И сказал им, лаву-дзы, вы глобалисты, молодцы. Ничего, что подлецы. Самое главное, молодцы. Всем добра. ВРФ, ВРЗ, ФСЗ. Мобиков по ФСЗ назвали туристами. Это вы к чему вообще? Это вы к тому, что там есть группы неосознанных граждан, которым посредством патриотической идеи внушили необходимость убивать друг друга. И при этом дают какие-то бумажки, которые они называют денежными знаками, за убийство и все подобное. Ну да, это очень занятная игра такая получилась у них, да. Ну, что ж поделаешь. Не всем же понимать, для чего и как это происходит. Кому-то нужно и на мясобойню пойти. Ну а как по-другому-то? Кто-то получает там свой опыт. Ну, туристы, не туристы, какая разница. Да хоть говнисты. Хоть гарнисты. Как лечить камни в желчном? Конкременты в организме растворяются от 3 до 6 месяцев в зависимости от того, какие они. Плотные, неплотные. Там есть разные виды. Если вы зайдете на ресурс Азиабиофарм, Хербалклиник, а ссылку вы можете найти в предыдущих видео, вы найдете готовый комплекс терапии для растворения конкрементов в организме. Там подробно описано, какие бывают конкременты, что нужно принимать для того, чтобы ваш организм их растворил полностью, и что нужно делать для того, чтобы они не образовывались заново. Пожалуйста, заходите и смотрите. Для вас уже готово. Владимир, доброго времени. Пребывайте в здравии. И вопрос. Напомните, пожалуйста, про все применение НС-153. НС-153 применяется в нескольких случаях. Применяется как назальные капли, применяется как ушные капли, применяется как наружные средства для того, чтобы из него и при помощи него убирать кожные поражения. Бородашки, попилоны. Но не наносите на слизистые. Для слизистых есть другие препараты. А то тут некоторые в глазки закапывали. Безобразие. Попало, говорят, случайно. Закапывали в глазки. Ну и в глазки не надо закапывать. На пиписку тоже не капайте. А то будете прыгать, как заводные обезьянки. Хотя папиломы и кандиломы прекрасно уничтожаются. Но для уничтожения это на кожных покровах годится. Особенно если вы возьмете немножко клинокантуса, порошка и порошка андрографиса. Со спичечной головочкой порошка несколько капель туда НС-153 развели, положили на бородавку, на ночь заклеили на кандилому, на папилому. Если они, еще раз говорю, находятся на кожных покровах. А вот если они находятся на слизистых оболочках, на пиписке, например, это, конечно, туда не надо. Есть специальный херпигель. Вот его на слизистой оболочке применять как раз нужно. Он немножко печет, но не сильно, совершенно, абсолютно терпимо. И наши любимые кандиломы и папиломы отваливаются очень быстро. За несколько применений. Пил и нету. Но повторю, что не нужно забывать по поводу того, что то, что мы называем ВПЧ, то есть папиломовирус, там много, группы видов, эти ученые в разных халатах, белых и ночи, понапридумывали всякого дерьма и выражают. Так вот, дорогие мои, необходимо убирать изнутри эта программа. Как собственное гербство. Поэтому, если вы решили избавиться от этой гадости, то это сделать вполне даже возможно. Для этого нужно принимать несколько препаратов и наружно тоже помогать. Если возникнет потребность, и кто-то из вас напишет заявочку, я вот этот комплекс опубликую, что нужно делать и как, и в какой последовательности, для того, чтобы за полгода избавиться от этой дряни. Навсегда. Ну, напомню, что помимо всего прочего, необходимо правильно питаться. Если вы не измените свое питание и будете продолжать хомячить все подряд, как делали и до этого, картошечку со свининочкой, рисочек с химической курицей, с колбаской, со всеми делами, то это не про вас. Даже не рассчитывайте на то, что у вас в жизни изменится. Продолжайте хомячить и идите в ближайшую аптеку за новым метлом, за новым деклофенаком. И тогда у вас ничего болеть не будет, вы можете хомячить, сколько хотите, что хотите и как хотите. Ну, пока не помрете, естественно. А помрем все мы, кто-то раньше, кто-то позже. Друзья мои, до новых встреч. Желаю прекрасного времени суток. Всем, кто смотрит и будет смотреть, в зависимости от того, какое время суток у вас имеет место быть. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в ваших комментариях. А также напоминаю, что у нас есть группа в Телеграме. Называется эта группа Гримуар. Точно так же. Эта группа Гримуар посвящена психологическим вопросам и вопросам духовного развития. А также есть группа, которая называется Ази-Биофарм Хербал Клиник. Которая посвящена вопросам здравия тела. И там тоже можно оставлять свои вопросы и получать полноценный ответ. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok